доброе время суток дамы и господа с вами юрий тенман картина тиви вопросы и ответы и сегодня мы с вами поговорим о непосредственно приставках дюна его и дюна x и мной получено разрешение от начальства для того чтобы рассказать вам о том как правильно настроить youtube я знаю что у многих этот вопрос возникает потому что youtube у многих не работает как же сделать так чтобы он работал как часы я прошу вам извинения за голос слегка простыл но это не меняет сути информация до вас дойдет и так как правильно настроить youtube мы сейчас видим экран на котором youtube у меня настроен и уже выставлен так как нужно на главный экран у вас он скорее всего тоже находится на главном экране но дело в том что youtube нужно правильно установить если вы его правильно не установите то он обязательно работать не будет поэтому чтобы не разбираться у кого он установлен правильно а у кого он установлен неправильно мы с вами все вместе сейчас проделаем ту операцию которые я вам покажу мы все начнем с самого начала и переустановим его и установим его уже абсолютно правильно для того чтобы он у вас работу для начала нам нужно сделать первое нам нужно вернуть youtube в положении с которым мы сможем с ним работать прежде всего для этого мы выбрали youtube и поставили его в центр вот то что я сейчас сделал для вас не секрет это делается кнопками лево-право вы знаете что можно пойти влево можно пойти вправо и мы выберем youtube теперь у нас с вами на пульте те кто имеет дюна x есть кнопка топ меню она находится по дентам справа внизу у тех у кого приставка дюна его есть кнопка с домиком главная кнопка холм которая находится по дентам также внизу справа так вот у вас над этими кнопками есть кнопки если у вас пульт от дюны x то у вас есть кнопка которая называется об об меню она находится над кнопкой топ меню если у вас приставка его то у вас над домиком есть кнопка с тремя полосками я вам эти кнопки показываю вы их на экране сейчас видите так вот мы сейчас с вами нажмем в данном случае у меня его на три горизонтальные полоски и мы с вами видим youtube у нас выбран и первой же строкой у нас с вами стоит убрать с главного экрана и мы убираем youtube с главного экрана согласившись и нажав кнопку enter теперь мы с вами видим что у нас youtube исчез а вместо него теперь у нас выбор на приложение вот в приложении внутрь теперь мы с вами и заглянем мы давим enter и здесь мы с вами видим что у нас появился youtube теперь он у нас выбран по определению в белой рамочке и мы с вами давим опять три горизонтальные полоски или поп-ап меню те у кого приставка дюна x мы надавили и нижняя строка мы с вами видим у до лить и мы с вами выбираем ее и удаляем он нас спрашивает хотим ли мы реально удалить youtube да мы соглашаемся с тем что его мы удалили youtube полностью исчез из нашей приставки у нас сейчас выбран netflix и нас это не волнует но мы с вами давим на три полоски снова или опять же поп-ап меню те у кого приставка дюна x и мы с вами видим нижнюю надпись восстановить удаленные приложения мы с вами выбираем ее и давим enter у нас youtube появился снова вот теперь мы его устанавливаем правильно как я вас учу и с нуля теперь мы с вами все делаем эту операцию прежде всего уйдем влево и выберем непосредственно youtube и нажмем на enter у нас идет подготовка к установке сейчас он нам предложит установить youtube и соответственно его устанавливать я ничего не буду перематывать это довольно быстро поэтому все будем смотреть в режимах прямого вещания ну или вот записи как она в данном случае у меня но когда вы сможете просто включить на телефоне этот ролик и прямо вместе со мной глядя на ролик делать это тоже самое у вас на телевизоре мы с вами видим что открылась главная страница ютуба это не все не надо обольщаться нас еще ждет довольно много работ в данном случае у меня сразу же вылетела на экран справа мы дождались надписи где есть изменения установить обновление и напомнить позже если эта надпись у вас не появилась проделайте операцию еще раз опять удалите youtube опять восстановите его и установите заново у вас обязательно должна появиться эта надпись если она не появится youtube работать не будет поэтому в данном случае вы обязательно устанавливаете обновление кстати друзья мои имейте ввиду во время пользования youtube время от времени у вас обязательно будет появляться такая надпись на экране если хоть один раз вы игнорируете обновление и пропустите его и скажите а потом установлю то тогда у вас youtube работать скорее всего далее не будет любые обновления нужно обязательно устанавливать не забывайте это делать и ни в коем случае не пропускайте эти обновления в данном случае мы уходим вниз и давим enter и мы видим что у нас есть предложение отменить или установить конечно нам нужно перейти вправо выбрать установить и нажать enter нам необходима эта установка мы ее устанавливаем вот в режиме реального времени она у нас устанавливается это тоже займет немного времени и вы обязательно дождемся чтобы было установлено это обновление все мы с вами видим теперь у нас есть два предложения открыть или просто готово если мы нажмем готово мы выйдем из youtube но если открыть то он нам и откроется коль мы его устанавливаем и коль мы в него заходили давайте его откроем уходим на соответственно вниз и направо открыть и и давим enter и у нас открывается youtube друзья мои это еще тоже не все мы с вами пробуем что-либо набрать мы с вами уходим наверх в линзу давим enter и у нас появляется киборд на русском языке если мы хотим использовать английский язык у нас внизу есть глобус который непосредственно меняет нам язык если мы нажмем на это в данном случае язык станет английским но сейчас нам нужен допустим русский язык и мы с вами проведем как это с контрольный замер и посмотрим что у нас получается мы с вами наберем три первых буквы они стоят подряд поэтому легко проверить п ар и о и нам нужно с вами простоквашина я вам сейчас преподам некоторые уроки пользование ютубом тем кто не умеет им пользоваться я могу набрать слово полностью простоквашина и тогда я обязательно должен вести поиск поиск задать поиск на ю-тубе это значит выбрать вот эту линзу с правой стороны и нажать на enter тогда youtube мне выберет и найдет все что касается непосредственно данного запроса ну например простоквашина если между словами мне нужны пропуски например у меня название состоит из двух слов то тогда у меня пропуском является так называемый спейс бар как и на кейбордах если я нажму его у меня между словами обязательно высветится пробел таким образом если вы набираете два три слова вы можете их раздвинуть но когда вы что-либо набираете то обязательно сверху у вас уже появляются какие-либо предложения если вам нужно стереть какую-либо букву например сейчас мне пробел не нужен и я хочу его стереть то у меня есть кнопка стиражки вот она крестик с со стрелочкой я нажимаю его поиск бар у меня стерся и нам нужно с вами простоквашина и теперь мне непосредственно сверху появилась надпись простоквашина я могу дальше не набирать в поисковике я уже вижу что у меня заданные мной параметр он уже стоит вверху я хочу его выбрать я иду наверх но наверх пройти не могу что-то мне мешает а мешает мне в данном случае сам кейборд поэтому я его должен убрать он сейчас для меня уже лишний убирается кейборд кнопкой ретурн на пульте дюны x или гнутой круглой стрелочкой на пульте дюна ева я набрал его у меня исчез кейборд я ухожу вниз на ряд который у меня уже предлагает мне youtube какие-то варианты для теперь могу двигаться вправо влево но мне нужно простоквашина и я давлю это у меня появились квадраты и я выбираю вниз первые же для того чтобы проверить как работает и тут я включил enter у меня включается простоквашина я обрадовался youtube работает отлично я делаю ретурн давлю на кнопку ретурн или опять же на кнопку с изображением гнутой стрелочки для того чтобы прервать показ и проверяю второй ролик это важный момент потому что далеко не факт что второй ролик у меня сработает и мы с вами это проделываем мы надавили на кнопку это сработал и вот здесь друзья я приглашаю вас к себе на канал и делаю это я не для того что хочу себе создать некоего рода рекламу дело в том что на моем канале я точно знаю выставленные фильмы в формате которые встречаются на ю тубе и с которыми у вас могут быть проблемы при просмотре и постольку поскольку я знаю что это происходит мне легче всего не искать подобные ролики где-то у других а завести вас к себе где мы с вами конкретно увидим что происходит и так для того чтобы посмотреть что случается и как иногда не срабатывает youtube я вас завожу к себе для этого мы надавим на кнопку ретурн вернувшись опять в главное меню ю туба поднимемся опять в линзу и нажмем enter у нас снова вылетает кейборд и теперь мы наберем мою фамилию тэнман мы выбираем букву т давим enter ну все как обычно буква е буква н у меня их появилось несколько значит я сотру есть кнопка стираж к на кейборде мы ее уже знаем вон справа стрелочка с крестиком но есть очень удобная кнопка clear прямо на пульте под цифрой 7 мы ее давим и по одной букве соответственно стерли и мы набираем продолжение тэнман и букву а выберем и букву н и вот мы с вами набрали мою фамилию и у нас сразу вылетела сверху юрий тэнман мы убираем как может договаривались кейборд опять нажав кнопку ретурн опускаемся вниз на юрий тэнман куда я вас и забыл и мы с вами давим кнопку enter у меня в несколько каналов я не буду рассказывать про все это нет смысла но главное я вам покажу мы с вами опускаемся вниз на соответственно квадраты и уходим в творческую мастерскую мою с братом виктором и мы давим энтер коль я конечно попал сюда я вам скажу что здесь есть особенное интересного потому что здесь очень много что интересного прежде всего для тех кто любит творчество владимира семеновича высоцкого здесь вы найдете такие материалы которые эксклюзивные вы не найдете нигде я очень много лет дружу с артуром педоровичем это лучшее за все времена что вообще были наверное исполнитель песен владимира семеновича и буквально смысле вызовет шок если вы послушайте как он это делает здесь очень много педоровича у меня интервью с ним кому интересно обязательно посмотрите этого гения есть невероятно редкий концерт памяти высоцкого единственный который федорович дал с минским симфоническим оркестром президента беларуси в главном зале минска в доме советов у них есть я правильно помню я вам скажу что это потрясающий концерт он невероятно совершенно здесь есть очень много для любителей шерлока холмса я единственный кто делает аудиокниги по 40 томом произведений а широкий холмсе есть произведение которое вы даже никогда и не слышали например призрак собаки баскервилле и там очень много что интересного и сюрпризы будут для вас обязательно но нас сейчас интересует песни есть эти жюль верн таинственный остров постановка который вы тоже никогда не услышите лекции по жюль верну невероятно смешные но главное песни которая нас сейчас интересует мы с вами находим любую песню но пускай это будет питерский вальс и мы ее включаем они у меня записаны в таком формате который не всегда срабатывает на youtube и вот здесь я вас хочу предупредить первый ролик всегда срабатывает он у меня сработал мы обрадовались отлично мы делаем шаг назад и пробуем запустить следующий ролик и вот довольно часто следующий ролик не срабатывает возьмем любой вот выберем широких холмса и они у меня записаны в таких форматах что они срабатывают вот сейчас у меня youtube установлен абсолютно правильно и работает идеально я знаю точно что я проверю все и все работает но если вдруг у меня сейчас идет постоянная загрузка и второй ролик не включается тогда я делаю шаг вниз я ухожу вниз давлю enter вижу видео формат снова давлю enter и вижу предложенные мне качество видео я выбираю третью строку не первую и не вторую а именно третью и у меня 1080 и это хороший формат если он вдруг не поедет вы можете даже выбрать 720 потому что если он записан 1080 он скорее всего срабатывает но если он записан в 4к формате что сейчас делают не все но многие переходят до этот формат то те у кого интернет не позволяет они могут столкнуться с проблемами тогда обязательно следует уйти другой формат давайте проверим еще на одном ролике но мы с вами видим что ролик включается youtube подключен как нужно все работает как часы формат то есть теперь вы точно знаете что делать кстати заметьте что если я один раз выбрал данный формат но теперь на всех роликах он у меня будет уже стоять проверьте как youtube согласовывается с вашим интернетом вернуться обратно выдавите домик те у кого приставка ева или топ-миню те у кого приставка дюна x мы с вами вернулись в приложение нам остается сделать последнее вернуть youtube на главное наше меню картины тиви для этого вновь на пульте его вы нажмете на три горизонтальные полоски а те у кого дюна x нажмут кнопку поп-ап меню обратите внимание что сейчас у нас в белой рамке выбран youtube мы давим эту кнопку и мы с вами видим добавить на главный экран мы выбираем добавить добавить на главный экран мы выбираем добавить добавим enter у нас из приложения youtube исчез мы давим кнопку домик те у кого ева или кнопка топ-меню у кого приставка дюна x попадаем на главное меню и мы с вами видим что рядом с приложениями у нас вернулся квадрат youtube он у нас есть все вы можете им пользоваться чтобы вернуться в картину тебе обратно ну это вы знаете вы выбираете картину тебе давите enter три раза можете даже не смотреть на экран раз два три и у нас включается канал россия 1 с вами был юрий тэнман картина тиви вопросы и ответы задавайте ваши вопросы мы рады ответить на них пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал берегите себя до новых встреч а с и и и и и